Митинг рэквием, хвилина маучанне и проект партизаны Беларуси. У День Усенародной памяти о хвяр Великой Айчынной войны и геноциду беларуского народа наши корреспонденты сустрелись с представниками разных поколениях и доведалися, день гэты однолькова важны для кожного. Мемориальный комплекс на площади працы – знаковое место. У братской могиле для вечного огня 30 человек. Среди них – легендарный партизан и герой Советского Союза Емельян Барыкин. Сегодня тут собрались и на шатке Великой Перамоги. Ушановать память тых, кого забрала война, пришли представники розных поколений. Мой отец начал свой фронтовой путь в 41-м году под Москвой. В 45-м освободил Прагу. Из его рассказов я помню, что это страшнейшие тяготы, не только для военных, это тяготы для всего советского народа были. Женщины, дети, старики – все они были отданы и отдавали все свои силы для того, чтобы одержать великую победу. Этот день – незагойная рана на сердце краины и кожного з'яежи хоров. Гомель стал опошним областным центром, який захопили гитлеровцы. Одразу после оккупации города нацисты приступили до массового знищения ягожих хоров. Было расстреляно, спалено и отручено газом до 30 тысяч гомельчан. Что год открываются новые факты геноцида белорусского народа. Для молодежи этот день важен, очень важен, потому что молодежь – это будущее нашей страны. За нами правда, за нами свобода нашей страны. И если молодежь будет береть нашу историческую память, сохранять ее, то наша страна будет развиваться, процветать. Мой прадедушка Илья Семенович Бобрик ушел на войну, но, к сожалению, не вернулся. Дома висит его портрет. Мы вспоминаем о нем очень часто. Для нас он – герой нашей семьи. У дельники митинга «Реквиема» усклали вянки и кветки до братской могилы советских воинов и подпольщиков. У поудень гомельчане и жахары в области долучились до республиканской хвилины мовчанья. После всех присутствных запросили у кинотеатра «Калинина». Тут представили интернет-проект Водовецкого дома «Беларусь сёння» и Национального архива Беларуси «Партизаны Беларуси». Это невядомые сторонки народного сопротивления ухады Великой Айчинной войны. Мы привезли и фотоснимки из архивов, и наградные листы распечатанные, в которых рассказывается о подвиге конкретных партизан, в том числе и гомельчан, и уроженцев Гомельского региона, и партизан, которые действовали в отрядах на территории Гомельщины. Традиционно оживленный интерес выкликов брендованный интерактивный стенд проекта «Партизаны Бай». С его допомогой каждый присутный на выставе мог попробовать найти своего героичного протка, злику партизан и подпольщиков. Марина Васильева, Яугин Макенко, телерадио «Компания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин